Вот эту ситуацию осветите присутствующим, пожалуйста. Корабельный район разделен на 8 рабочих квадратов. Получается, патрулируют 10 патрульных машин. 8 патрулируют непосредственно по 8 квадратам. И два автомобиля, это получается командирский состав и помощник командира, который ездит по всему району, контролирует нас, помогает нам работать, приходит нам на помощь. Начиная от широкой балки, заканчивая балабаном. 201-й, начиная от широкой балки и пошли деления на квадрат. На карте я вам не покажу, конечно, карты нет. По площади и по количеству улиц там не регулируется. Там, где меньше, менее спокойный район, то есть больше улиц добавляется, один патруль ставится, где, как бы, более насыщеннее население, и больше развлекательных заведений, там, школ такого, там, интенсивное дорожное движение. То есть такие квадраты, как бы, менее, меньше, чтобы патруль мог покрывать их больше. Скажите, в связи с этим у меня вопрос. Эти квадраты закреплены за каждой патрульной машиной на постоянной основе, или происходит смена, как ротация у вас? Постоянно. За патрульной машиной я закреплен постоянно, но экипажи меняются. Экипажи меняются. Происходит ротация. Позывной? Один и тот же? Да. Позывной, конечно, да. Вот у нас 207-й экипаж, мы постоянно на своем квадрате заступаем. Вот у нас от Артема до заправки в ВОК в Барабановке. Это правая сторона. Потому что вот население, особенно у нас, которое проживает в частном секторе, они могут, откуда они могут подчеркнуть информацию о том, что есть определенные участки и кого они могут вызвать. То есть не просто звонить нам два, или у вас просто идет переадресация. Нет, а там уже скинет дежурный, конечно, тому, кто... Потому что этот экипаж, который обслуживает именно этот квадрат, он может быть занят, правильно? А люди же не будут ждать, пока он освободится. Значит, кто соседний, он поедет обслуживать в этот квадрат, если он свободен. А нет, тогда через одного по-любому кто-то поедет. Или командирный экипаж, который ближе всего находится именно к месту, куда нужно подъехать? Да, если занят тот экипаж, который обслуживает этот квадрат. Если свободен экипаж, по адресу он приходит сразу в его квадрат, когда вызов, он направляется туда. Вот тут прозвучало слово «школа». И был вопрос такой взаимодействия учебных заведений и словно-патрульной службы. Были ли встречи с директорами, может быть, какие-то проблемы они высказывали, проявили? Инициативу они или, может быть, вы? У нашего экипажа пока еще не было встреч. Мы в дальнейшем планируем обязательно заехать, познакомиться. Но в нашей роте уже один экипаж заезжал в школу и общался с директором. Проводили, так сказать, встречи, обсуждали интересующие их вопросы. Какие проблемы, Даня? Хорошо. Еще тут, я так скажем, расширю вопрос, Марк Митин. Мы хотим, чтобы наши отношения не заканчивались звонком на 102, а чтобы была обратная связь и о том, как правильно, может быть, нам виднее где-то, как людям, которые постоянно живут и сталкиваются с определенными проблемами, как их решить. И здесь дальше, я думаю, взаимодействие, может быть, с формированиями по охране общественного порядка. У меня два вопроса.